А ты можешь меня остановить? Сейчас я напишу себе. Здравствуйте, господа полицейские. Скажите мне, а это что, какой-то опять бизнес у нас начался? Нет, это блокпост еще не убрали, официально все блокпост. А что официально блокпост? Это знаки стоп-контроль, все убрали уже во всей области. Нет, когда план перехват, мы же выставляем. А сейчас план перехват вдруг? Здесь у нас ювелирки. Какие ювелирки? В Запорожье. Нет, в ВСО. И что, и вы решили здесь? Так мало ли здесь, в городе будет. Так нет такого мало ли, я не понимаю. Кто дал распоряжение? Есть конкретный человек, кто дал распоряжение? Я сейчас к нему поеду. Поставить здесь знак стоп-контроль на этом посту. Нет, тут его уже отсюда не убирали. Так давайте решать. Либо это операция какая-то, либо это не операция, либо это операция имитация. Ну, зачем знак стоп-контроль? Нет, для них тоже ничего нет. Я вам говорю вполне серьезно. Либо, ребята, вы сейчас, серьезно, нормально одеваетесь, вяжите свои значки, убирайте стоп-контроль. Почему он сломался? Я не надо, у него тоже сломался. Вон тоже с фомным значком стоит. Давайте серьезно. Ну, это, ну и что теперь не делать? Я еще. Ну, так что теперь? Ну, так и, ну, и что? Давайте знаки стоп-контроль убирать. Ребята, их уже по всей Украине убрали. Это полный бред. Полный бред. Чтобы я сейчас не ехал опять к руководству Мелитополя. Я только разобрался с блокпостом, с вашим на въезде в Кирилловку. Хватит устраивать бизнес. Прекращайте. Ну, а как это назвать? Ну, что, ну, каждая фура вам кланяется. Вы сидите. Ну, что? Ну, как нет? Ну, я же еду. Каждая фура кланяется. Вы сидите. Нет, здорово. Постоянные, постоянно. Постоянные клиенты. Ну, я понимаю. Давайте знак стоп что-то решать с ним. Звоните руководству. Скажите, приехал человек. Он недоволен, что здесь надо кланяться. Надо в стоп-блок по стопу. Здесь никто. Ну, как это никто? Ну, вон, каждая машина. Убирайте. Я скажу, что вы нормальные люди, человеческие. Понимаете слова? Ну, потому что он даже собака, она эту больше понимает. В этих стоп-контролях. Они здесь не нужны. Не нужны. Убирайте их и все, ребята. И нормально ведите. Ну, что было? Ну, бред бы. Въехала машина какая-то у вас. Ну, правильно, фура. Так они уставшие. Вы бы побольше плит сюда положили. Вам бы больше въезжало. Ну, как? Ну, ребят. Ну, выразовывайте руками. Ну, кто здесь руководствуется? Вы же тут руководители на дороге. Вы же... Ну, стараемся, чтобы, да, чтобы все... Ну, так давайте вместе. Я помогу вам. Давайте вместе уберем, что надо. А это не я, Александр. Александр, да. Александр. Просто для вас, Александр. Я могу написать, что надо. Я могу там, охотайствовать о том, чтобы вы помогли мне убрать. Вместе уберем. Я это зафиксирую. Мы нормально поедем и будем... Давайте вместе. Если все получится, я буду только рад. Уберем этот стоп-контроль спокойно и будем продолжать жить. Постановление люди начинали писать. И передумались. Потом. Пошел. Дива, говорит, что сказать, тут стоп-контроль, что-то блоки, говорит, надо... Просто прошу убрать. Давайте уберем. Просит, да, решил написать там. Уберем, да. Ну, чтобы вы навстречу пошли людям. Да, да, да. И они не гланялись. Если никто не хочет, давайте уберем, и будет все нормально. Конечно, я посодействую. Какие действия нам дальше, как будем делать? Это на Запорожье, да, надо писать? Я напишу на Запорожье, не вопрос. Рада обороны области, я бы... Все, ну, конечно, шоукурюку мы вызываем, все. Хорошо, хорошо, сейчас я... Гордиенко Николаевичу звонил. Да, я готов. Говорит это самое. Что я... да, что надо написать, я напишу. Мелитополь, помогите. Это Рада обороны, Рада Запорожья. Вот только писали, наше начальство, у нас начальник говорит. Подождите, мы же убрали вот, мы же убрали вот, вот этот вот знак стоп, который на выезде в Кириллов. Убрали? Убрали его, да. У нас даже, давайте, когда выезд в Запорожье с Мелитополя, когда у нас сирена или план перехвата, что мы выезжаем, встали. Давайте мы сейчас их уберем, потому что смысла в них нет. Сильно, ну все, пошли знак убирать, пойдем. Я думаю, всем будет легче, и вам, и мы, и любим. Конечно, помогу, вопросов нет. Если вам только моя помощь нужна, вообще не вопрос. Я думаю, что... Смотрите, видите, провел проезд, он тут не нужен. Не нужен, вы это понимаете, я это понимаю, все это понимают, никто не убирает. Вы писали, начальство писало, поможете только. Конечно, поможем, чтобы и плиты я бы убрал, чтобы люди не разбивались. Что с водителем с этим произошло, который врезался, он хоть жив? Он жив. Нет, не слышите. Вот пока, ну там МАЗ, МАЗ был. Ага. Он, получается, разбил их, и пошел через них, он себе дно. Разве это самое. Ну вы как бы там видели, да? Печально. Он на своих машинах приезжал, на гражданских. Да. И вот он как бы врезался в гражданскую машину, и вот это вот, ну, мой автомобиль. А, и ваш автомобиль? Да, это я был, да. Капец. Вот сам мой автомобиль. И он мне просто, ну как в двигатель вошел, и все. А все почему? Я вам расскажу, инспектор, почему. Потому что на работу, на своих собственных автомобилях приезжать нельзя. Если бы вы соблюдали закон, у вас бы никто не въехал, и не было бы ущерба. Видите? Нарушили, и карма, она настигла. Так и здесь. Знак 100 поставили незаконно. Мы сейчас уберем его, и я уверен, все будут ехать, и вас благодарить. И говорит, как прекрасная полиция. Он тут не всегда стоит, он стоит, когда только... Когда я еду. Вот когда я еду, он как на грех всегда стоит. Да не, честно, я ж не был вообще... Ну ладно, я вам верю. Вы пошли навстречу. Я очень надеюсь, что я сейчас не уеду, и он здесь не появится. Я обязательно... Можете приехать сегодня-завтра посмотреть. Обязательно людей попрошу. Я в свою очередь. Идемте, идемте. Я в свою очередь. Там нету. А, один остался с выезда с города, когда это... А, здесь нету знак 100. Сейчас мы встать, украли. Украли знак 100? Маньяки. Видите? Ну, все, инспектор, спасибо вам большое. Хорошая вам служба. Чините значок. Если надо, я вам... Ну, сломался, вот только сломался. Ну, давайте, что-то делайте, как-то прикрепите. Обязательно, обязательно. Все, всего доброго, до свидания. Все, 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 не доело. Хорошо, удачи.